Повторная встреча МХК «Динамо» с командой «Ска-Варягем» прошла в день освобождения Калинина. Стартовое вбрасывание в матче прошло по звуке праздничного салюта у обелиска победы. Об итогах игры в нашем следующем материале. Состав «Динамо» по сравнению со вчерашним матчем, который завершился победой «Белоголубых» со счетом 3-0 не изменился. У гостей произошли точечные перестановки в третьем и четвертых звеньях, а также место в воротах занял не вышедший на лед накануне Павел Давыдюк. «Динамовцы» открыли счет на девятой минуте. В концовке быстрой атаки Семен Баринов идеально выложил шайбу на крюк ворвавшегося на пятак Михаила Бицадзе. Несмотря на тотальное преимущество хозяев площадки, команды отправились на перерыв при счете 1-0 в пользу «Динамо». Хорошая игра. Соперник у нас такой более молодой. Бегают, толкаются, агрессивно играют. Надо постараться забить побольше и не допускать их выпады на наши оборота, потому что много моментов у них было в этом периоде. Надо это стараться сокращать. Через 55 секунд после возобновления игры варяги сравняли счет. Никита Дишковский подхватил шайбу в центральном круге, вкатился в зону «Динамовцев» и незатейливо бросил поворотом. Вдохновленный успехом армейцы продолжили активную игру в атаке. Однако этой вспышки хватило буквально на пару минут. «Динамовцы» вернули себе инициативу, а затем извлекли из этого дивиденды. Александр Кисаков выцарапал шайбу у двух соперников в своей зоне и отправил Егора Брызгалова на рандеву с вратарем «Варягов». Капитан «Динамо» был безупречен 2-1. Еще через пять минут Антон Косолапов протолкнул шайбу за линию после передачи Марка Коцевича из-за ворот. Черту под богатым на голый периодом подвел Арман Ирицян, получив ответную передачу в касании от Матвея Сумина 4-1. В первом периоде сыграли неплохо, допустили одну ошибку, нам забили гол. Во втором периоде мы сначала забили, вроде игра начала складываться по-другому, наши пользы, но обидные три ошибки нашей команды и нам забили три гола. В заключительном игровом отрезке «Динамовцы» представляли сопернику шанс как минимум сократить отставание в счете. Минуту и 16 секунд «Скаваряги» играли в формате 5 на 3, однако ко второму взятию ворот Жиренко это не привело. Окончательный счет на табло «Юбилейно» установил броском из убойной позиции Богдан Тринеев, получивший спортивный соряд от Кисакова как на блюдечке 5-1. Следующая встреча на льду спорткомплекса «Юбилейный» пройдет 18 декабря между командами высшей хоккейной лиги «Динамо» и «Югра». Старт в 19.00.